Добрый день, я Дерек Сиэн Фрэнс, режиссер и савтор Места под Соснами. Это вступительная часть, которую мы сняли сходу, в один заход, без монтажа. Это Райан Гослинг, который играет с ножом, он выглядит брутально. Чтобы подготовиться к этой роли, он накачал 40 пунктов мышц за 6 недель. Райан позвонил мне за несколько месяцев до начала съемок и поделился своими идеями о том, как должен выглядеть его герой. Он сказал, слушай, Ди, а как насчет самого большого количества татуировок в истории кино? Я сказал, ладно, тебе хочется татуировок? Он сказал, да, я хочу и одну на лице. Я не очень был уверен, татуировку на лице это слишком экстремально. Я сказал, ты уверен, что хочешь ее? Да, ответил он, татуировка на лице это самое крутое, это может быть кинжал, с которого стекает капля крови. Я ответил, ну, если бы я был твоим отцом, я бы тебе не позволил сделать тату на лице, но если хочешь сделать, делай. Так что он попробовал сделать тату на лице и сразу же понял то, о чем я говорил. Не сразу же захотел избавиться от нее, но было уже слишком поздно. Я ему сказал, что это фильм о последствиях, и ему придется примириться с ней. И на протяжении всего фильма эта деталь оказывала на его героя достаточно разрушительное действие. Он уже больше не так уверенно подступался к новым сценам. В нем появилась стыдливость, к сожалению. Мой оператор Шон Боббит и я искали нужный старомодный визуальный стиль, то, как будет выглядеть весь фильм, как мы будем рассказывать эту историю. У фильма эпический размах, и нам нужно было эпическое вступление, как в моих любимых старых фильмах. Печать зла и игрок, 4 месяца, 3 недели и 2 дня в фильмах Вилла Торреса. Мы замыслили эту единую сцену, с которой все начинается, где Райан появляется в роли Люка Глентона, который идет по оживленной ночной ярмарке из своего трейлера в тот шатер, и мы понимаем, что он на самом деле каскадер, один из хот-роудеров. Его зовут красавчик Люк, который ездит с еще двумя хот-роудерами. Трюк, который здесь исполняется, это Шар Смерти. И в Америке всего 22 человека, которые могут исполнять подобные вещи. И Райан Гослинг не входит в их число. Нам нужно было придумать, как сохранить кадр цельным и сменить его, чтобы ему не пришлось делать это самому, так как на отработку этого трюка уходит где-то 2 года. Оператор Шон Боббит, когда мы обдумывали эту сцену, настоял закончить ее внутри клетки. Я ему сказал, это безумство, там будут мотоциклы вокруг тебя в этой клетке. Он не захотел ничего слышать и настоял на своем, что он должен быть там внутри. В самом первом кадре мотоциклы начинают ездить вокруг него. Я смотрел на все это, и у меня отвисла челюсть, когда я увидел своего оператора Шона Боббита, самый гуще мотоциклов. Мы вытащили мотоцикл, и он был так разочарован, так зол, что не успел снять. Мы все повторили сначала и умоляли не заходить внутрь. Но он сказал, Дерек, мы должны быть в самом центре. Он проделал все еще раз, но в этот раз его сбил мотоцикл. Он залез в воздухе и упал ему на голову. 24 часа спустя мы пересняли сцену. Я заставил его выйти из клетки, и он перестал отвечать на мои телефонные звонки.